Антонио, не оформляй себе эту кредитку. Да, они дадут тебе бесплатную футболку, но за 20% ставку нет. Студенческие кредиты нужно погасить. Ты не можешь спустить эти деньги на пиво. О чем ты думаешь? Не трогай аванс на карте. Придержи эти деньги и вложи в рынок ценных бумаг, а то добром это не закончится. Господа, 21 денежный секрет. Жаль, что я не знал их 21 год назад. Господа, я принимал глупые решения в отношении денег. Все примеры в начале видео, правда. Я научился многому за последний 21 год. В сегодняшнем видео, друзья, я поделюсь советами, заработанные с таким трудом. Вы готовы? Начнем. Первый денежный секрет. Инвестируйте в себя. Честно, я считаю, что это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать. Второй денежный секрет. Не переборщите. И вот что я имею в виду. Вам нужно придерживаться показателя окупаемости инвестиций. Не бойтесь онлайн-торговли. Убедитесь, что вы получаете прибыль. Потому что не нужно брать дурацкие студенческие займы, как делал я. Как много из вас слышали выражение «деньги не растут на деревьях», «нищета рождает нищету», «богатство рождает богатство», «деньги корень всех зол». Деньги — это не корень всех зол. Деньги — это просто инструмент. Это как двусторонний заточенный меч. Вы можете наделать глупости с деньгами. Они могут испортить человека. Но также чертовски здорово преобразить человека, если заниматься своим здоровьем и использовать их с ответственным подходом. Четвертый совет. Вы не знаете того, чего вы не знаете. Поймите, что это путешествие. И вам необходимо читать книги. Общаться с правильными людьми, когда дело касается вашего финансового образования. И вы должны работать и развивать мозги. Пятый совет. Если вы хотите научиться работать с деньгами, учитесь у тех людей, которые зарабатывают деньги. Не слушайте тех людей, которые не заработали ни гроша. Шестой совет. Найдите наставника. Найдите того, кто уже идет по нужному вам пути. Кто может взять вас с собой. Если вы взбираетесь на Эверест, вы можете обойтись без проводника, но высока вероятность, что вы умрете в горах. Возможно достичь вершины в своем деле. Но легче найти наставника. Может придется заплатить, но он подготовит вас. Седьмой совет. Решите, куда вы хотите двигаться, до того, как начнете двигаться в каком-то направлении. Вам не стоит поступать в медицинский вуз, если вы поняли, что не хотите быть врачом. Даже если ваши родители хотят, чтобы вы стали врачом, убедитесь, что вы идете своим путем. Далее, это прозвучит как клише. Делайте то, что вы любите. Но что точно не звучит как клише, мы любим то, в чем мы хороши. Если вы хотите найти то, за что вам будут платить, и что вы любите, вам нужно над этим работать с огромным усилием. Девятый совет. Легче. Легче заработать больше, чем сберечь больше. Если вы зарабатываете 25 тысяч долларов в год, будете ли вы способны отложить 20 тысяч за год? Это очень сложно при условии, что вам нужно откладывать большой процент от дохода. А скажем, вы начнете зарабатывать 50 тысяч долларов в год. Отложить те же 20 тысяч, которые всего 40 процентов от дохода, уже гораздо проще. Далее, то, что вам нужно просто понять, нет никого, кто лучше тебя. Так много людей по некоторым причинам не верят, что достойны, что могут чего-то достичь. Во что бы то ни стало, ты будешь успешным. Следующие пару советов я объединю вместе. Богатство, по своей сути, понятие относительное. Поймите, если вы хотите все и сразу, если у вас супер безумные ожидания, достаточно сложно, чтобы окружающие люди под них подошли. Но вы должны осознать, что самое лучшее в жизни невероятно просто. Например, просто гулять и наслаждаться природой. На самом деле, самые лучшие вещи в жизни бесплатны. И если вы будете жить простой жизнью, вы чрезвычайно редко будете расстроены. Далее, следующий, прямо здесь. Это заложник, что не дает вам двигаться дальше. В зависимости от того, верите вы или нет, вы сможете сделать что-то, и скорее у вас получится. Четырнадцатый совет. Изменяйте свою точку зрения. Понимайте точку зрения другого человека. Позвольте мне поменять вашу точку зрения. Вы заметили, какие разнообразные планы в моей студии? А ведь просто сменили позицию камеры. Другие люди могут совершенно по-другому относиться к деньгам, чем вы. Это не значит, что они неправы. Это просто значит, что они смотрят на них с другой точки зрения. Пятнадцатый секрет. На вершине одиноко. Что я заметил насчет очень успешных людей, они хотят окружить себя людьми такого же уровня. Им нужны люди, с кем можно поговорить и о проблемах, которые они понимают. Что бы это ни было, просто поговорить с людьми того и его же круга. Люди, которых вы рассматриваете как конкурентов, могут оказаться вашими лучшими друзьями. Шестнадцатый и семнадцатый секрет я тоже объединю вместе. Шестнадцатый. Вы тот, кого вы знаете, а не что вы знаете. И это интересная штука. Вы становитесь результатом того, кто вас окружает. Я хочу быть способен доверять вам. Я хочу положиться на вас. Я хочу убедиться, что вы не сделаете ничего, что может слить мою компанию. Знать друг друга и иметь хорошие отношения, главное. Если вы окружены людьми, которые вас унижают, говорят, что ваша идея идиотская, вы должны выделить эту токсичную дружбу, эти отравляющие отношения и знаете что? Устроите карантин. И нужно окружить себя теми людьми, которые помогут вам подняться на следующий уровень. Восемнадцатый совет. Несколько источников дохода. Это стабильность. Имейте доход из нескольких источников. Не нужно зависеть от чего-то одного. Множество людей скажут, «Эй, это безумие, нужно держать бизнес, зачем эти риски?» И этот человек работает и получает доход из одного источника. Он предполагает, что с ним будет всегда все хорошо. Это не дело. Ведь он находится в зоне риска. Больше, чем предприниматель, или тот, кто и работает, но сам вкладывается в какое-то дело, покупает или создает некие активы. И тогда у вас появляется некоторый пассивный доход. Я считаю, что это путь, по которому вам нужно следовать. Девятнадцатый секрет. Время намного ценнее, чем деньги. Многие из вас обратятся ко мне с вопросом, «Антонио, я только начинаю, да что ж у меня есть?» У тебя есть время. Даже если тебе 65 лет, знаешь что? У тебя есть еще 30 лет, если ты будешь заботиться о своем теле, чтобы начать свой бизнес. Никогда не поздно. Используйте время, как свое преимущество. Привет, Кристен, ты меня слышишь? Привет, Антонио, что-то случилось? Да ничего такого, слушай, я могу тебе перезвонить на этот номер через 5 минут? Да, конечно, мужик, не переживай. О, тогда хорошо, просто я сейчас снимаю видео, и я уже почти доделал. Там уже нормально поговорим с тобой. Хорошо, давай там, а то время идет. Да все нормально, еще пару пунктов, это не так долго. Я перезвоню. Ну что, видели это? Я налаживал взаимоотношения. Взаимоотношения – это главное, друзья, даже если нужно уделить время посреди моего видео. И следующий совет, один из моих любимчиков. Поставьте себя в позицию счастливчика. Дайте себе финансовую свободу, создайте себе чрезвычайный фонд. Вперед! Создайте себе сбережения, и тогда вы сможете принимать решения, которые для многих людей покажутся слишком рискованными. Зато вы будете исследователем, и соберете большой куш. Следующий – один из самых мощнейших, о чем я говорил ранее. Избавьтесь от недостатка мышления. Большинство людей убеждено, что в мире богатство ограничено. Поймите, что это не тот случай. Вы можете создать богатство, вы можете придать ценность вещам. И когда вы это поймете, осознаете, что вы можете сделать все, что угодно, вы свободны. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хотел бы увидеть в комментариях, что вы думаете об этом видео. Для меня это было великолепное путешествие за прошедший 21 год. Вся трансформация, как я стал видеть день вместо их постоянного дефицита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok